Российская армия потеряла в войне против Украины 90% личного состава, который у нее был до начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на рассекреченный отчет американской разведки. Восполнение масштабных потерь стало главной задачей режима. Тем временем Путин во время так называемой прямой линии заявил, что очередной волны мобилизации в России не будет. Так ли это? Разбирались наши корреспонденты. Россиянин Сергей Политаев вынужден просить милостыню после того, как был ранен на войне России против Украины и получил инвалидность. Из-за того, что не получает выплаты, у него нет денег на еду и лекарства. За квартиру платить мне нечем, ни за коммуналку, ни за съем, ни на продукты питания нет денег. В России таких так называемых героев СВО тысячи. Кто-то остается без выплат, кого-то прямо с медицинской койки снова отправляют на войну. Народ даже за деньги уже за эти не хочет идти. И поэтому вот эту платную добровольную мобилизацию, ее поддерживают, подкрепляют принудительно добровольные. В целом элемент запугивания, жестких ограничительных мер, угрозы уголовным расследованием. В стране продолжаются протестные акции жен мобилизованных. Они требуют вернуть их мужей с фронта. Женщины надевают белые платки, они объявили их символом родных мобилизованных. Но эксперты уверены, что родственницам призванных на войну достучаться до Кремля не удастся. Власть уже сейчас пытается взять их под контроль. Я думаю, что они, знаете, попробуют его использовать уже после выборов, когда нужна быть новая волна мобилизации. И скажут, вот смотрите, наши братья, что называется, уже отслужили свое. Они там два года бьются с врагом. И видите, уже жены их плачут, убиваются. Нужна ротация. Поэтому мы вводим, но мы прибегаем к тому, чтобы ввести новую волну мобилизации. Во время так называемой прямой линии Путин заявил, что второй волны мобилизации в стране не будет. Вот только забыл сказать, что первая так и не прекращалась. Я думаю, что рейтинг к Путину падает, и рейтинг поддержки войны падает. Ну не рейтинг, а уровень поддержки войны падает. Поэтому, видимо, сейчас уже пойдут в самом ближайшем будущем на... Если это была добровольно-принудительно сейчас идет, то я думаю, что скоро будет принудительно-добровольно. Или вообще полностью принудительно. Экспосол США в России Майкл Макфол уверен, что после псевдовыборов в Федерации очередная волна мобилизации будет. Думаю, что мобилизация после президентских выборов неизбежна. Ряды российских военных истощены, потери катастрофические. Чтобы сохранить на поле боя статус-кво, ему придется послать еще больше молодых российских мужчин умирать в Украине. У него нет выбора. Если он хочет удержать имеющиеся позиции, и эта мера также будет непопулярной. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, российская армия потеряла больше 340 тысяч военнослужащих. А по информации американской разведки, только на линии Авдеевка-Новопавловка были убиты и ранены больше 13 тысяч российских оккупантов. Продолжение следует...